Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 58. Насчитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и с комментариями. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 18 стих. Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Толкование Блаженного Феофилакта. И в этих словах заключается некоторый упрек. Он не говорит, я послал, но упросил, показывая, что если Тит и взял что-либо, то взял по праву, потому что пришел по просьбе. Но он все-таки остался чистым. Вместе с ним он послал и другого некого брата, который, то есть, не тем же ли даром духовным. Он называет даром бескорыстие среди стеснительных обстоятельств. И хотя оно было его делом, приписывать его Богу. И они, посланные мной, ни в чем не отступили от моего пути, но показали ту же строгость к себе. Заметь же, как Павел не только самого себя утвердил в этой строгости, но и своих сотрудников, научив их не пятнать себя даже справедливым вздыманием. Интересно, вот Павел шил палатки, продавал, а стоимости палаток, которые шили и при скила, и кила, нигде разговора не идет. А в духовном плане вот такое и есть. Покажу сегодня здесь, как Красноярская епархия опубликовали. Епископ поборы какие делает, ужас один. Я спросил, так это что везде? Везде абсолютно. Только отчет, сколько денег взяли, деньги, деньги, деньги. Здесь идет речь о пропитании. И такой развел разговор Павел, что на два послания растягивает. Как так? Значит, такое состояние людей было. Но православные сегодня, нужно сказать, это другие люди. Они настолько жертвенные. Это приедет, ничего нету, последняя бабка что-то продаст, принесет. Тут надо сказать, что в данном плане, я говорю о пастве, не о священстве. Большая разница. Очень благодетельно и православное. Второе Коринфянам 12,19. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе. И все это возлюбленное к вашему назиданию, толкованию. Он боялся, чтобы не завлечь на себя упрек в угодничестве. И потому говорит, мы говорим это не для того, чтобы снискать ваше расположение. И не для того, чтобы оправдать себя, но пред лицом Бога, во Христе, то есть ради Христа. Итак, мы говорим то, что было на самом деле и что известно Богу, а не для того, чтобы снискать ваше расположение. То же самое он сказал и в самом начале. Не сказал, я делал все это и не принимал от вас, потому что вы слабы. Ибо это было бы слишком жестко. Но к вашему назиданию, чтобы вы, говорит, не соблазнялись обо мне. Для того я не принимал для вашей же пользы. 2 Коринфянам 12.20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, и найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков и втолкования. Видишь ли, какое отеческое попещение. Другие согрешили, а Павел устрашается и не прямо высказывает свою мысль, но с сомнением. Чтобы мне по пришествию моем, говорит он, не найти вас такими, какими и не желаю. Развращенными. И по необходимости, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. То есть, отомстителем и наказывающим. Ему следовало поставить на первое место гордость, потому что они кичились над ним. Но чтобы не показаться ищущим своего, он сначала говорит о том, что имеет общее значение. Ибо от зависти и клеветы происходит все остальное. И в свою очередь, всем остальным возжигается зависть. Ябедами называется, когда кто-либо заводит жалобу с другим о чем-нибудь. Гордостью называют высокомерные и надменные обычаи. Или то, когда самомнение становится как бы природой кого-либо. Ибо кичаясь над ними, они почитали лжи апостолов. 2 Коринфянам 12.21 Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Толкование. То есть, достаточно вышесказанного. И я боюсь, что пришедший к вам принужден буду поступить с вами строго. Уничижением, таким образом, он называет нужду. Сильно наказать кого-либо. Хотя многие считают это за честь себе. И не сказал он, да, уничижусь, но чтобы не уничижил меня Бог мой, показывая, что сделал бы это ради Бога. И если бы дело не касалось Бога и его заповедей, то он сам по себе не показался бы таким строгим. Словами Бог мой он показывает пламенную любовь к Богу. Заметь мягкосердечие папостола. Он оплакивает беззаконие других. Не сказал всех, но многих. И не просто, которые согрешили, но и не покаялись. Потому что пребывающие в язве достойны соболезнования. Он также не открывает их, давая им удобный путь к покаянию. Ибо для того он и упомянул о покаянии, чтобы они к коному обратились. И чтобы, когда придет, ему не пришлось их наказать. И потому сокрушаться. То есть, крайне печалится. Заметьте еще, что о покаянии он упомянул ради наватиан. Под грехом разумей всякую нечистоту, потому что всякий грех оскверняет. Или же, в частности, мерзости плотского смешения. Ибо в Коринфе был не один прелюбодей, но многие, и притом во многих видах сладострастия. 2 Коринфянам 13.1 В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Толкование. Как сам Бог много угрожает, но всегда медлит наказанием. Так и Павел, подражая ему, собирает наперед много свидетелей, говоря, Как написано, что при двух или трех свидетелях будет твердо, то есть утвердится всякое слово. Второзаконие 17.6 Так и тремя моими пришествиями каждое угрожающее слово мое определено и подтверждено будет против вас, если вы не покаетесь. Ибо он на место свидетелей ставит свои пришествия. 2 Коринфянам 13.2 Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не поощажу. Толкование. Прежде сказал вам, и опять говорю, как во второе пришествие, находясь у вас, сказал, так и ныне этим посланием возвещаю вам, тем, которые согрешили, как нуждаемящийся в исправлении, прочим же, как свидетелям, что когда приду опять, не пощажу, не сказал, накажу, но потребил отеческое слово, пощады. Ибо если найду, говорит, неисправившимися, то не стану откладывать долга. 2 Коринфянам 13.3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Толкование. С великим негодованием, говорит он это презиравшим его, как человека слабого и достойного презрения. Он говорит как бы так. «Поскольку вы желаете испытать, пребывает ли во мне Христос, и смеетесь надо мной, как над человеком слабым и не имеющим в себе Христа, то вы поистине узнаете это, если не исправитесь». Он показывает, что слова, которые говорит он, духовные, и должны бояться его угрозы, как бы ее высказал сам Христос. «Не для того хотел наказать их, чтобы доставить им опыт и знания, но, что вы, говорит, не исцельно согрешаете. Если я, говорит, принужден буду наказывать вас, то вы узнаете на самом деле то, что стараетесь узнать. Почему прибавляет для вас, когда Христос повсюду силен? Потому, вероятно, что они прежде уже испытали его силу. Таким образом, он выражает такую мысль. Поскольку вы прежде видели опыты, то уже вполне знаете, что он не бессилен для вас, но силен, то есть имеет силу. Или же слова эти имеют такой смысл. Он показывает над вами свою силу в этой жизни, когда вы можете исправиться. Поражает вас теперь, чтобы помиловать в день суда. На неверных же покажет свою силу в самый день суда. Вместе с тем он показывает, что хотя и накажет, но накажет не сам, а Христос». 2 Коринфянам 13.4 Мы не знаем, какая была реакция у Коринфян на это, но я знаю, что реакция самая отрицательная. Когда нападали на меня, я там, когда работали на этом, на пруду, я сказал такие слова. Вы не останетесь. Господь пищать на вас поставит. И увидите. И сейчас свидетельства какие идут, которые нападали. А тут они стали, разный там, свет, христопы, под разными наименованиями. То есть бешеную такую травлю устроили. Они мне как было, так и стою на месте. Ничего нет. А их не было и нет ничего. Нет ничего от них. Павел пишет послание после этого Галатам, Кефесянам. А кто делали вот это против него? Где они? Мы даже не имя не знаем ничего. Их было ни одна, ни два. И там тысячи людей были. И вообще как будто их никогда и не было. Но я знаю, реакция отрицательная всегда. Они боятся наказания. И поэтому вместе соединяются и начинают вопить, кричать. Второе Кориффе нам 13.4. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силой Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божией в вас. Толкование. Многие соблазняются этими словами. Но знай, что немощи называются слабость тела. Немощи также называются нетвердость веры. Как в словах немощного веры принимайте. Римлянам 14.1. Немощи, наконец, называется ковы, опасности, унижения. Как в словах благодушиству и в немощах. Второе Коринфянам 12.10. В этом последнем смысле Господь распят был в немощи, как потерпевшие преследования, опасности и оскорбления. Ибо все это кажется происходящим от немощи. Посему, как проповедь Павел называет безумием, 1 Коринфянам 1.21, не потому, чтобы она была безумием на самом деле, а потому, что так они думали неверные. Так же точно он говорит, что Господь распят был в немощи, не потому, чтобы так это было на самом деле, но потому, что так представлялось неверующим. Но он жив силою Божию, то есть силой Отца, или своей собственной, ибо все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Ему, и все, что Ему принадлежит, принадлежит и Отцу. Таким образом, им общая и сила, или лучше, он сам есть сила Отца. Так он сам воскресил себя, согласно собственным предсказаниям. Все это Павел говорит потому, что его презирали, как гонимого и терпящего напасти, приписывает их немощь и показывает, что Христос от этой, как думают немощи, не потерпел нисколько вреда. То есть, мы терпим преследование, нас гонят, ибо в этом и состоит немощь. В нем, то есть ради него и его слова. И как он не потерпел вреда, подвергшись злоумышлениям, так и мы не потерпим, но будем живы с ним, то есть явимся непобедимыми в вас, то есть ради вашего спасения. Может быть так же, что в этих словах он устрашает их. Хотя вы и думаете, что немощны мы, но мы живы для вас, то есть чтобы наказать вас, если не исправитесь. 2 Коринфянам 13.5 Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Толкование. 3 Коринфянам 13.5 Таким образом, если в вас, учениках мой, Христос, то тем более во мне, Учителя, если вы не лишились дара чудотворений, которые получили, намекая, что они живут без закона. 4 Коринфянам 13.5 Ибо многие, имея веру, не имели силы творить чудеса, потому что жили без закона. Смысл слов следующий. Вы, кажется, не знаете самих себя. 5 Коринфянам 13.5 В этих словах заключается сильная угроза, ибо смысл их таков. Вы желаете приобрести сведения посредством наказания. И я надеюсь, что мы будем в состоянии дать вам доказательство того, что мы то, чем быть должны, и не лишились дара знамений и сил. Или же мы не развратились в своей жизни до того, чтобы Христос должен был оставить нас. Он пребывает в нас вследствие нашей благочестивой жизни и накажет неверующих, находящихся среди вас. 2 Коринфянам 13.7 Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Толкование Заметь его милосердие, его презирали. По насилии, как человека, не имеющего силы, и только хвалящегося на письме. А он не только отменяет наказание, но и умоляет их не согрешать, чтобы не довести его до необходимости наказать. Ибо я не о том стараюсь, чтобы явиться, чем должен быть, и имеющим силу наказывать, но чтобы вы всегда делали добро и каялись, если согрешите. И пусть я буду считаться не тем, чем должен быть, то есть пусть я буду для многих казаться слабым и бессильным, как не нашедший возможности наказать вас. Он не желал быть на самом деле не тем, чем должен быть. Напротив, он явил себя искусным, научая своих учеников не согрешать ни в чем, а сказал, мы казались не тем, чем должны быть, выражая тем мнением многих. 2 Коринфянам 13.8 Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Чтобы не показаться листящим, он говорит, я вовсе не из тщеславия делаю это, то есть утверждаю, что мы не будем иметь силы наказать вас, когда найдем вас непадшими. Если даже мы попытаемся сделать это, то Бог не окажет нам своей помощи, ибо Он дал нам силу для того, чтобы мы произносили суд, сообразный с истиной, а не против ее. Истинный же суд произносит тот, кто наказывает заслуживающего наказания, а тот, кто пытается наказать несогрешившего, поступает против истины. 2 Коринфянам 13.9 Мы радуемся, когда вы немощны, а вы сильны, а всем-то и молимся о вашем совершенстве. Толкование. Слова эти показывают сильную преданность апостола Коринфяна, ибо смысл его слов таков. Не подумайте, что я печалюсь о том, что не могу показать на вас свою силу в том случае, когда не приткнетесь. Напротив, я весьма рад, когда сам немощен, то есть считаюсь немощным, как не показывающий никакой силы в наказании вас, и когда вы сильны, то есть добродетельны и свободны от падений. Смысл слов его таков. Я не только желаю этого, но и молюсь, чтобы вы были безупречными и непорочными, то есть совершенными, не дающими никакого повода к наказанию. 2 Коринфянам 13.10 Для того я и пишу, сидя в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Толкование. Сильно устрашивший и выставивший угрозы, теперь представляет оправдание этого. Я потому так написал, что желаю, чтобы угрозы и строгость остались только на письме, и не осуществились на самом деле. Ибо я непременно накажусь неисправившихся, так как Господь дал мне власть. Этим Он показывает, что через Него наказывает сам Господь. Показывая же, что не желает пользоваться своей властью для их наказания, прибавляет к созиданию, а не к разорению. То есть Господь не хочет разорять или наказывать, но созидать, то есть благотворить. Однако же наказывать неисправимых есть созидание. Наказывать неисправимых есть созидание. Сегодня в церкви этого нет. И он грозит сей. А сегодня только какое-то слово услышали, даже косвенно, не прямо все, а я не приду, я пойду в другую церковь. Этого не было никогда. Поскольку и канон был такой, что если человек переходит от одного священника к другому, то не принимать его там. Когда показываешь эти каноны, люди удивляются. Сделал аборт один на 10 лет. Правила Васильевского второго. Сегодня ничего этого нет. Прямо, что наказывать неисправимых есть созидание. А он уйдет. Уйдет, значит, он не прописан на небе. Он уйдет. Так если всех наказать в церкви, там почти никого. И не надо. Не надо, пусть уходит. Иона, митрополит киевский говорит, святые, да нас бывшие, а они не показали пощады, и от нас пощады не ждите. Почему? Так скопище грешников. И Павел непрерывно грозится и не боится, что они не придут, уйдут куда-то. То есть положение в церкви сегодня совершенно не такое, как было в апостольские времена соборов. Второй Коринфянам 13.11 Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Толкование. Я, говорит, сделал свое дело, вам осталось поступить соответственно мне, ибо если вы исправите свою жизнь, то приобретете неувядаемую радость в совести, хотя я и опечалил вас словами. Усовершайтесь, то есть будьте совершенными и в учении, и в жизни, и восполните то, чего не достает вам. Поскольку было много искушений и опасностей, то он говорит им, ищите утешение в себе самих. Друг в друге и в собственном изменении на лучшее, ибо совесть благая есть великое утешение. Будьте единомысленны, мирны. Об этом он просил их, как находящихся в несогласии, и в первом своем послании. Первое Коринфянам 1.10 Единомыслие относится к догматам, а согласием – мирны. Понятие, противоположное раздору, называется отношение людей друг к другу. Поэтому Павел требует того и другого. Не только убеждает их, но и молится о них. Или же в словах сих заключается не молитва, а предсказание того, что если вы взаимно будете сохранять мир, то Бог будет с вами. Бог называется Богом любви, или потому, что Он есть источник ее, или потому, что Он обильно являет ее в нас, или же потому, что где любовь, там и Он, и является ее Господом. Также Богом мира называется или потому, что есть источник Его, или потому, что примирил с небесно-земным, или же потому, что Он Господь Его, как собственности. Второе Коринфянам 13.12 Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Толкование. Непритворным и коварным, подобно Иудиному, поскольку для того мы и целуем друг друга, чтобы более воспламенить любовь, ибо через уста преимущественно перед другими членами соединяются души лапзающихся. Так же и входя в дом, мы целованием выражаем свое единение. Или же поскольку мы храм Божий, уста же преддверие этого храма, то мы целуем это преддверие, ибо через него входит в нас Христос во время причащения. Присутствующих Он объединяет целованием, отсутствующих же приветствием. Но и тут соединяет уста, потому что приветствие от них исходит. Второе Коринфянам 13.13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Толкование. Соединив всех, Он по своему обыкновению молит, да будет на них благодать Сына, через который Он спас нас, не делами нашими, но благодатью. Сам потерпев на заклание за нас и затем, как бы будучи спрошен, откуда эта благодать Сына, отвечает из любви Отца. Что же производит она? Общение Святого Духа, то есть причастие и приобщение Его, в силу коего мы освящаемся, сделавшись вследствие вселенной в нас утешителя, причастными Его, и сами становимся Духом, не по природе, но через общение. Какое же основание имеет отвергающая Духа по той причине, что Павел не упомянул о Нем в начале посланий? Здесь Он упоминает и сполна перечисляет Троицу, которая даст сохранить нас твердо держащимися догматов и провождающими непорочную жизнь, держащимися догматов и провождающими непорочную жизнь, дабы мы были совершенными рабами в Троице совершенного Бога, которому слава во веки веков. Аминь. Послание Галатам Апостола Павла Глава 1, стих 1 Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Толкование Тот час же и отвергает, что Он ученик людей, ибо не людьми, но свыше и от неба Он призван, и не через человека, но через самого Христа, ибо хотя крестил Его Анания, но не Он призвал к вере, а с неба Христос. Почему же Он не сказал Павел призванный, но апостол? Потому что о том и была вся речь. Говорили, что людьми Он избран в апостолы. Против этого то Он и восстает, показывая, что это неверно. А книга Деяний говорит еще, что Духому Он избран на апостольство. Деяние 13.2 И так ясно, что едина воля Сына и Духа и Отца. Заметь также то, что предлог через относится к их слову Отец. А Сын поименован первым. Это ради еретиков, которые очень заняты были этим. Эть очень, кстати, упоминает о смерти и воскресении, чтобы убедить впредь не держаться закона, который ничего не принес для них, но Христа за них умершего и воскресшего. И потому удаляться от такого благодетеля есть великое неблагоразумие. Говорит же, что воскресил Его Отец с одной стороны, по немощи слушателей, а с другой, потому что все, что творит Сын, относится к Отцу. Ибо не бессилен был воскресить себя Тот, Который даже уверовавшим в Него дал силу воскрешать мертвых посредством одной тени своих тел. Галата 1.2 И все находящиеся со Мною братья церквам галатейским. Толкование. Так как клеветали, что Он один это проповедует, то показывает теперь, что и другие многие разделяют Его мнение. Обрати внимание на Его негодование и скорбь. Не сказал ведь Он возлюбленным, освященным или церквам Божиим, а просто церквам галатейским. А так как они разногласили между собой, то вполне справедливо называют их многими церквами. И вместе с тем пробуждение в них стыда соединяет их в одно посредством этого имени церкви. Ибо те, которые разногласят между собой во многом, не могут называться этим именем, которое означает согласие. Галатам 1.3 Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Так как они находились в опасности лишиться благодати и сприверженности к закону, то Он им ее и желает. А так как они враждовали против Бога, устанавливая подзаконное, что Он отменил, то призывает их к миру. Бог стал Отцом вашим. Каким образом? Через закон, к которому вы склоняетесь, или через крещение Христова? Как же после этого вы отвергаете благодетеля? И заметь, от Бога Отца поставлено без артикля ради тех, которые ставили сына ниже Отца, на основании того, что Иоанн говорит, и слово было Бог, без артикля. Не закон наш Господин, но и Христос Иисус. И самые даже имена указывают на Его благодеяние. Ибо Иисусом Он назван, как избавивший народ от грехов, а Христом от помазания духа, которым помазан ради нас, осветив нашу природу своим воплощением и дав нам право так называться. Галатам 1.4 Который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Толкование. Вот Он предал Себя. И так, не как раб сказал, оказал услугу. Посему, когда ты слышишь, что Он от Отца предан, разумеется, изволение и хотение Отца. Предал же Он Себя для того, чтобы освободить нас от грехов, от которых закон не в силах был избавить. Как же после этого, оставив освободившего, вы покоряетесь закону, который не оказал никакой пользы? Не дни лукавых сами по себе, так как, что же лукавого в солнечном движении или в смене дней? И не жизнь наша дурна сама по себе? Да и каким образом, когда мы в этой жизни познаем Бога и любомудрствуем о будущей жизни? Но лукавым веком Он называет порочные действия и испорченную волю. Подобно тому, как и мы им имеем обыкновение говорить, ужасный день провел я, порицая не время, а обстоятельства и действия. Ибо не для того умер Христос, чтобы умертвить вас и изъять из настоящей жизни, а для того, чтобы на остальное время избавить вас от злых действий. Так как сказал выше, что Он предал себя за наши грехи, то есть освободил нас от прежде бывших прегрешений, Он потом прибавляет, что и на будущее время Он дал несомненное доказательство, что избавит нас от худого образа жизни. А закон не очистил и прежде бывших грехов и против будущих бессилен. Так как они думали, что оставив закон не повинуется Богу, то Он исправляет это предположение их, показывая, что воля Отца освободить их через Сына. Видишь, не сказал по повелению Отца, но по воле, то есть по благоволению. А назвав Бога Отцом нашим, Он опять напоминает о благодетели Христе, который Отца своего соделал и нашим Отцом. Как же после этого вы отвергаете Его? Все. Аккуратненько покажи и потом вернешься. Вот он. Продолжение следует...